47,5 тысяч южноуральцев до сих пор числятся без вести пропавшими. Их родные не получили похоронок, но и сами солдаты из фронтов не вернулись. Восстановить события помогают поисковые экспедиции. Их участники выезжают на место ожесточенных боев и ищут останки павших воинов. В одной из таких экспедиций в Орловской области обнаружены останки южноуральца. Дарья Шведова расскажет подробности. Перед тем, как идти на фронт, вот они что-то даже не вернули. А тут мы уже подмолодили. Владимир Сорокин показывает старый снимок. На нем бабушка с дедушкой. Рядовой Иван Романович ушел на фронт в начале 92-го года и пропал без вести. Во время бою вблизи Орла в феврале-марте. Больше об Иване Сорокине родным ничего не было известно. Под Орлом. Вот они готовились к наступлению, окапывались. Вот это все. И все на это пришло извещение. И все. И больше его брат тут увидел, он в госпиталь шел с рукой раненой. И все на этом. Узнать правду семья смогла только спустя 76 лет в Орловском районе. Во время раскопок нашли останки солдата. Рядом лежал именной медальон и оружие. По личным вещам и удалось установить личность погибшего. Это был уроженец пласта Иван Сорокин. Обнаружили медальон, который принадлежал вашему прадеду. Нашли останки кадеты Следственного комитета Челябинской области совместно с поисковиками объединения «Костер». Тело лежало в углублении, напоминающем погреб. Волонтеры предполагают, что местные жители складывали туда тела погибших солдат в качестве санитарно-боевого захоронения. На Орловщине будет торжественное перезахоронение, куда мы приглашаем вас принять участие. Да, конечно, обязательно поставим. Владимир Сорокин с гвоздиками в руках идет к Ревцовскому мемориалу в Орловской области. Здесь проходит перезахоронение останков советских воинов, которые нашли поисковики в ходе акции вахтопамяти. Помимо Ивана Сорокина придали земле 284 воина. Дарья Шедова, Павел Клементьев, ОТВ